Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Задержали после трех лет поисков в убийстве расстрелянного на катере бизнесмена, подозревают троих мужчин. У мусульман закончился пост, один из главных праздников – Ураза Байрам. Возраст – это состояние души. В парке Гагарина на дне молодежи собрались представители всех поколений. Три года поисков в Самаре задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена Вадима Винокурова, которое случилось в 2014 году. Тело мужчины с многочисленными пулевыми ранениями нашли в мае на собственном катере на реке Татьянка. По версии следствия, налетчики ночью на гидроцикле подъехали к причалу яхт-клуба и расстреляли Винокурова из автомата Калашникова. На теле бизнесмена было обнаружено свыше 20 огнестрельных ранений. В ту роковую ночь на катере кроме Винокурова был механик, он не пострадал. В убийстве предпринимателя подозревают троих мужчин – Сергея Псарева, Александра Попова и Дениса Ковегина. Последний уже был судим за тяжкое преступление. При обыске в его квартире нашли пистолет Макарова и гранату, который направили на экспертизу. Подозреваемые давать показания отказываются, говорят, к преступлению не причастны. Несмотря на то, что преступление не было раскрыто изначально по горячим следам, масштабная противностная работа по нему продолжалась. Удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. В ходе предварительного расследования следствию предстоит выяснить мотивы и цели совершенного преступления, а также роль и степень участия каждого из задержанных лиц. Следствие не исключает, подозреваемые могут быть причастными и к другим преступлениям, совершенным в регионе. Вопросы благоустройства и безопасности глава Самар Олег Фурсов провел прием граждан. О проблемах, которые не могут решить уже долгое время, жители рассказали мэру напрямую. В результате в Куйбышевском районе уже установлено уличное освещение. Будет взята под контроль заброшенная стройка. На решение каких вопросов времени потребуется больше, знает Алина Чемерец. Как видите, все окна разбиты, все уже поразбивали. Вот дети, тут плохо, может быть, видно, конечно, но их там, вообще там их шесть человек сидело. Недостроенное здание уже больше пяти лет главная причина для беспокойства жителей Куйбышевского района. Заброшенный дом соседствует с детской площадкой и зачастую местная ребятня предпочитает его каруселем и качелем. По мнению родителей, прогулки по висхозной стройке могут быть опасными. Там забора практически не осталось, они просто свободно туда залезают, фотографируются. Просто страшно. Там крыша не закрыта ничем. С просьбой о помощи жители обратились к главе Самары Олегу Фурсову. Он поручил властям Куйбышевского района сделать так, чтобы дети не имели доступа к опасной стройплощадке. Предотвратить, значит, попадание туда детей. Ну и пусть официально ответит, какие сроки будет сдан этот недострой в эксплуатацию. Там есть школьный лагерь, чтобы участковый пришел, рассказал об опасности всех этих вещей, такую профилактическую работу провел. Если не поможет, тогда подключите прокуратуру районную, чтобы вынесли предупреждение и взыскание наложили. Сергей Орлов рассказывает, недавно в его дворе в Кировском районе прорвало теплотрассу. Пока меняли трубы, разрушили тротуарную плитку, сломали деревья. Управляющая компания попыталась привести двор в порядок, но в итоге теперь находиться там небезопасно. Одна площадка между ними метров пять, горка детская. И дети, значит, идут вот здесь вот с горки, и здесь вот сходят с горочки. Буквально здесь метра даже нету, и бабушка подходит с площадки, и вот так вот ходит. Ну, кто-нибудь ногу вывезнет, и будет, значит, лицензиант. Олег Фурсов поручил профильному департаменту и руководству района проконтролировать благоустройство этой территории. Также он подчеркнул, что в этом активное участие должен принять Общественный совет микрорайона. Также глава города напомнил, если жителей не устраивает управляющая компания, они имеют право ее поменять. Этот вопрос можно решить на общественном собрании. Коллективное мнение люди обязаны выразить и в том случае, если хотят стать участниками федеральной программы «Комфортная городская среда». Люди сами должны решить, как преобразится их двор и что в нем необходимо установить. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Выходной день объявлен сегодня в ряде мусульманских стран и республик, таких как Башкортостан, Дагестан, Чечня, Ингушетия и других. Связано это с тем, что один из важнейших праздников Ураза Байрам выпал на воскресенье 25 июня. По традиции мусульмане приветствуют друг друга, подают милостыню, готовят праздничный стол и, конечно, совершают намаз. Наша съемочная группа тоже поздравила верующих с праздником. Сотни мусульман собрались в Самарской соборной мечети на коллективный намаз, чтобы с первыми лучами солнца встретить важнейший праздник Ураза Байрам. Этот день отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяца Рамадан, во время которого все верующие все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений. Пост призван научить человека справляться с испытаниями. В этом мире очень много потрясений, очень много страданий. Человек теряет, родственников теряет, имущество теряет. Поэтому человек должен быть готов ко всему. Но основное, конечно, то, что человек должен иметь силы, душевные физики, чтобы бороться, как я сказал, со своим навсом, эго, так называемая, страсть, самолюбие, себялюбие, самость человека. На Уразу Байрам принято посещать родственников, друзей, дарить подарки, всем вместе садиться за праздничный стол и поздравлять всех верующих. Поздравляю всех мусульман, всего мира. Всем желаю удачи, благополучия, всем наличия. С праздником всем поздравляю, желаю всем счастья, здоровья и успеха всей жизни. Сегодня в ряде мусульманских стран республик объявлен выходной день, так как Ураза Байрам выпал на воскресенье. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Молодой душой в Самаре отметили День молодежи. Праздник проводили под эгидой столетия комсомола. Со сцены звучали песни о стройотрядах. Не забыли, конечно, и о современной молодежи. Одним словом, получился концерт для всех поколений. В парке Гагарина побывала и наша съемочная группа. Под эгидой столетия комсомола прошел концерт в честь Дня молодежи в Самаре. Ведь возраст – это не то, что написано в паспорте, а состояние души, которой годы не преграда, чтобы жить, развиваться и хорошо проводить время в компании единомышленников. Решите поздравить от имени главы городского округа Самары Фурсова Олега Борисовича с праздником. Так и хочется сказать с Днем советской молодежи. Традиции надо возрождать. И сегодня мы видим, как этот парк наполнился молодыми людьми, детьми. Мы отдыхаем, вспоминаем и готовимся к встрече ровно через год большого события Чемпионата мира по футболу в нашем городе. Из рук первого заместителя главы Самары Владимира Сластенина призы получили и самарские футбольные команды, которые соревновались до праздничного концерта. В торжественной обстановке и вручили кубки и медали. Ребята – яркий пример того, что в Самаре самая спортивная и талантливая молодежь. У нас самая лучшая молодежь. Мы поздравляем их с этим праздником. Желаем, ну конечно же, чтобы они вели здоровый образ жизни и самое главное – занимались спортом. Я считаю, что старое поколение уже должно передавать свои какие-то привычки, свой опыт жизненный, чтобы молодежь развивалась дальше и шла по нашим стопам, по стопам предшествующих поколений. Я считаю, что развитие всегда должно быть только вперед. Песни, танцы и конкурсы – что еще нужно, чтобы отпраздновать День молодежи? Довольны остались все – и бывшие комсомольцы, и молодые самарцы, и самое юное поколение. Вспомним, как утро встречали, подъемали, как не хотелось сдавать. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Состязание космического масштаба. В Самаре открылся корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2017». За звание лучших борются 28 команд. На торжественной церемонии побывала Марина Матвейшина. Красиво, качественно, прочно. Три основных принципа, от которых электросварщик Алексей Полигенько не отступает в своей работе в цехе РКЦ «Прогресс». Сварка – дело ювелирное. Соединять приходится разной толщиной детали, чтобы шов был красивым и держался прочно при любых нагрузках и положениях. И думать о том, что нашей работой будут пользоваться другие люди, как бы это космонавты, и ракетоноситель тоже зависит от мельчайшей детали даже, которая может подвести. Так что не должна она подвести и должны очень качественно сделать свою работу. Команда молодых рабочих РКЦ «Прогресс» готовится к состязаниям в профессионализме. В Самаре открывается второй корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмос-2017» по стандартам WorldSkills. Ближайшие четыре дня обещают быть жаркими для участников. Это очень и очень важно для того, чтобы у себя в отрасли сделать все для того, чтобы могли люди получать и повышать свою квалификацию и стремиться достигать в своих профессиях самых лучших результатов. В этом году участие в чемпионате принимают 28 предприятий отрасли. Это 124 участника из 15 городов России. Сегодня очень сильно умнеют станки, механизмы, приборы. Но они все равно при всей своей наполненности, вычислительной техники и так далее, определяются тем, кто управляет этим станком. Первый корпоративный чемпионат проходил на базе ракетно-космического комплекса «Энергия» имени Королева. В этом году на Самарском РКЦ «Прогресс». Это главное предприятие по созданию космических аппаратов зондирования Земли. Сейчас завод рассчитывает на участие в новом проекте – создании ракет супертяжелого класса. Сегодня тот конкурс, который проходит, это тест отрасли, и тест предприятия, и тест всех молодых специалистов на готовность, участие в новых, серьезных проектах и для России, и для всей космической общественности. В четверг станет известна команда, какого предприятия лучше всех справляется с работой, и кто увезет с собой золотой кубок чемпионата. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Далее коротко о других событиях дня. За минувшие выходные в Самарском аэропорту произошло несколько задержек рейсов. Меньше всего повезло пассажирам, которые собирались вылететь в Когалым. Их рейс задержали на 9,5 часов. Аэропорт Когалыма не принимал самолеты. Люди разместили в гостинице. А вот 219 пассажирам рейса Самар-Анталья пришлось провести ночь в аэропорту. Они должны были вылететь на курорт в половине второго ночи, но из-за позднего прибытия самолета рейс перенесли на 6,50. Еще одна задержка рейса произошла в воскресенье. 103 человека должны были вылететь в Санкт-Петербург в 20.05. В связи с поздним прибытием самолета рейс перенесли на 23,10. Из-за сильного ветра на Новосадовое рухнуло дерево. Было перекрыто движение. ЧП произошло в ночь субботы на воскресенье. Дерево упало прямо на проезжую часть и пробило дорожное ограждение на разделительной полосе. К счастью, никто не пострадал. Средняя зарплота в Самарской области немного подросла на 6,5%. В настоящее время она составляет чуть более 30 тысяч рублей. Но из-за инфляции реальные доходы горожан, напротив, сократились на 2,3%. По-прежнему максимально высокие зарплаты присутствуют в сфере воздушного и космического транспорта. Здесь можно заработать более 70 тысяч рублей. В страховой и финансовых областях заработок не превышает 55 тысяч, а на заводах по производству нефтепродуктов 51 тысячу рублей. Между тем, меньше всего платят производителям мебели и других изделий. Вода в Волге прогрелась до 17 градусов. В Самаре принять горожан готовы 8 пляжей. Это зоны отдыха на первой и второй очередях набережной у загородного парка, Барбошиной поляны, санатория Можайский на спуске Советской армии в Красноглинском районе и в районе фестивальной поляны Мострюкова. По всем пляжам специалисты выдали заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Меж тем, самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Воздух в регионе прогрелся почти до 30 градусов по Цельсию, но погоду продолжают портить дожди и сильный ветер. Во вторник и среду ожидается до 29 градусов, при этом возможны грозы и усиление ветра до 12 метров в секунду. Напомним, на прошлой неделе в регионе несколько раз объявляли штормовое предупреждение. В разных районах Самары выпадал град, а в Тольятти ураганом сорвало крышу с торгово-офисного центра. Им песня «Лечить» помогает. Самарские медики записали пародию на популярный хит «Между нами тает лед» группа «Грибы». За несколько дней ролик набрал более 7 тысяч просмотров. Врачи Тольяттинской больницы номер 5 вместе с главврачом Николаем Ренцем сняли свою версию клипа, спели про трудовые будни медиков. Собственный вариант популярного хита врачи посвятили молодым специалистам. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Новые саженцы вместо старых пней. В Самаре появятся аллеи деревьев Победы. Болезнь идет на спад. В Самаре подвели предварительные итоги борьбы с наркоманией. Чтобы работа была безопасной и трудовые отношения обсудили на трехсторонней комиссии в мэрии. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова